В Ростовской области возбудили уголовное дело против коллектора, который, пытаясь добиться результата, перешел все грани дозволенного. Мужчина угрожал взорвать детский сад, если супруг, одной из его сотрудниц, не вернет долг. Все случилось в городе Сальске. Речь шла о сумме в 120 тысяч рублей и в случае их невозврата. Представитель агентства пообещал привести в действие взрывное устройство. Заведующая детсадом сразу же позвонила в полицию. По вызову незамедлительно выехала оперативная группа, взрывотехники, кинологи с собаками, а также скорая помощь. Из здания вывели более 150 малышей и два десятка взрослых. Проверили все помещения и прилегающие территории. Взрывное устройство обнаружено не было. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудником полиции совместно с представителями УФСБ был задержан гражданин по месту его работы в одном из коллекторских агентств города Ростова-на-Дону, который подозревается в совершении данного телефонного звонка. Задержанный 26-летний житель Азова. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Это не первый случай, когда работники коллекторских агентств попадают в поле зрения правоохранительных органов. Чтобы выбить деньги, они часто идут на нарушение закона. Пишут оскорбления в подъездах, угрожают порче имущества. Жалоб на подобные случаи только за последние два года более 20 тысяч. Одной из причин такой ситуации в Генпрокуратуре назвали отсутствие отдельного закона, который бы регулировал деятельность коллекторских агентств.